Напоминает сосиску. Собчак растекли за неудачное фото в купальнике. Телеведущая поделилась в своем инстаграм снимком из Сардинии. Италия. Ксения Собчак предстала перед поклонниками в купальнике леопардовой расцветки. На фото знаменитость лежит на траве в солнцезащитных очках, прикрыв голову соломенной шляпой. Пляжный образ она дополнила светлыми шлепками. Свой пост Ксении Собчак сопроводила хэштегом отдых я тебя заслужила. Помимо комплиментов многие фоловеры оставили Ксении Собчак критические комментарии. Неудачный ракурс. Подкаться Бузова так и не научила. Настройных леопардовой не смотрится. Ксения, кушать нужно больше. Посмотрела и не поняла, почему ноги 1 метр, а голова 5 сантиметров. Напоминает сосиску. Высказались подписчики. В своем посте Ксении Собчак также резко ответила на обвинения общественных активистов. Они раскритиковали телеведущую за равнодушие к проблемам страны. Все гораздо лучше, чем я знаю, что почему и главное, когда правильно. Писать в моих соцсетях. Друзья, вас на редколлегию никто не звал. А у меня не портал чрезвычайных происшествий. Я пишу здесь о своей жизни и о некоторых событиях, которые считаю важным обсудить. Написала звезда. Ксения Собчак подчеркнула, что не собирается превращать свою инстаграм-страничку в трибуну для политических дебатов. В завершение своих рассуждений светская львица намекнула, что сейчас отдыхает на фешенебельном итальянском курорте. А это просто фото в купальнике под обжигающим сардинским солнцем, констатировала Ксения Собчак. Отметим, уже вторую неделю телеведущие вместе с режиссером Константин Богомоловым отдыхают в Италии. С собой Ксения Собчак взяла и двухлетнего сына Платона. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Беркова в подробностях рассказала о неожиданном развратном сексе. Королеве пришлось оправдываться после скандала с Маркой. Эпоха смерчей. Россиян предупредили о катастрофе. Бабочки в животе. Шейк нашла утешение с бывшим мужем Энистом. Помощник откровенно о разводе певицы глюкозы. И многое другое. Субтитры создавал DimaTorzok